Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». Сегодня мы продолжим рассказывать об автомобилях BMW. Итак, встречаем всеми любимая E60. У BMW каждая модель противоречивая. Какая эта? Больше, какая-то меньше? BMW E60 появилась в июле 2003 года и сразу вызвала много вопросов. Больше всего по части дизайна. Но прошли годы и BMW E60 всё-таки полюбили. Даже в 2021 году этот автомобиль смотрится красиво и современно. И это неудивительно. На это есть свои объективные причины. BMW E60 стала самой революционной и прорывной машиной того времени. Конкурентом из Audi и Mercedes понадобилось лет пять, чтобы её догнать по многим характеристикам. В этой машине есть всё – комфорт, спорт, экономичность. Были версии с активным стабилизатором поперечной устойчивости, с активной рулевой рейкой. Также доступен полный привод и инновационная фирменная инфоразвлекательная система. Также АКПП здесь управлялась уже проводами. А в рестайле у BMW E60 были доступны проекционный дисплей, ночное видение и активный круиз. У BMW E60 уникальный в своём роде кузов. Вся передняя часть от моторного щита до усилителей бампера алюминиевая. Она буквально приклёпанно приклеена к стальному каркасу салонной части. Металл не ржавеет, покраска качественная, то есть проблем с кузовом практически нет. Но, как и у предшественницы, коврики в салоне могут намокнуть из-за протекания воды через гидроизоляцию. Ещё могут промокнуть блоки управления под полом багажника. Об этом мы подробнее расскажем на СТО. На BMW E60 устанавливалось много двигателей. Всего речь идёт о десятках модификаций. От 4 до V10 на M5. Также есть очень редкий мотор N54 с двумя турбинами. E60 с ним продавались только на рынке США. Первые версии автомобилей получили старые агрегаты M-серии. Три варианта мотора M54 объёмом 2.2, 2.5 и 3.0. Ставились они до февраля 2005 года. В нашем случае мотор M54 объёмом 2.5 литра. Это неплохие двигатели, но владелец должен знать, что из-за трещины в мембране системы вентиляции картерных газов повышается давление. Это давление выдавливает прокладку клапанной крышки и все сальники. Также зимой конденсат в мембране может замёрзнуть, и тогда давление картерных газов выдавит всё масло через все возможные уплотнения. Также этот мотор норовит подсасывать воздух в обход расходомера. Хреновое масло приведёт к залеганию поршневых колец, а также загрязнятся гидрокомпенсаторы, начиная с шестого цилиндра. Высокая рабочая температура убивает маслосъёмные колпачки и уплотнения муфты Vanos. Из-за этого появляется масложор и мотор перестаёт тянуть наверх. Цепи ГРМ зато ходят без проблем. В общем, моторы M-серий намного лучше и надёжнее, чем моторы N-серий. Кстати, цепь ГРМ на этом моторе меняли. Причиной послужил не шелест цепи, а то, что мотор вяло тянул на низких и средних оборотах после замены цепи, мотор ожил. Моторы N52 заменили двигатели M54 в 2005 модельном году. Существовало два объёма – 2,5 и 3 литра. Это уже моторы с олюсиловым покрытием в цилиндрах, электронной помпой, масляным насосом с изменяемой производительностью и бездроссельным впуском ValveTronic. Двигатели N-серий стали мощнее и экономичнее, но расходовали масло фактически с завода, особенно 2,5-литровая версия с её маленькими поршнями и миниатюрными кольцами. Как результат, запредельный масложор и задиры в цилиндрах. А ещё двигатель N52 преждевременно умирал из-за перегрева по причине отказа электрической помпы, которая едва выхаживала 100 000 км. Нарушалась герметичность по стыку прокладки ГБЦ, и тогда антифриз попадал в один из цилиндров. Как результат, гидроудар. Говорят, что при сугубо городской эксплуатации моторы N52 едва ли выхаживали 50 000 км, а чудом выжившие экземпляры погибали из-за попадания в цилиндры осколков заслонки системы ДИСа. Также на многих двигателях надо было заменить моторчик ValveTronic. Проблемы системы вентиляции картерных газов, а именно с клапаном, случались каждые 100-120 000 км. Маслосъёмные колпачки служили столько же. Цепь ГРМ надо было менять превентивно каждые 250 000 км. Зрители, у которых мотор N52 прошёл 400 000 км, вы вообще существуете? Пожалуйста, напишите в комментариях, как вы этого добились. В 2007 году на BMW E60 появился новый мотор четырёхцилиндровый N46 в двухлитровом исполнении. Это старший брат всеми любимого EP6 и уменьшенный N52. Проблем на его счету хватает. Жор масла, проблема системы вентиляции картерных газов, проблема с бездроссельным впуском ValveTronic, а также перескок цепи ГРМ из-за разрушения на направляющих башмаков. В 2007 году стали также доступны моторы N43 и N53 на четыре и шесть цилиндров. Соответственно, эти двигатели были доступны на рынках с качественным бензином. В системе ValveTronic в ГБЦ этих двигателей места не нашлось. Но зато ко всем проблемам добавились проблемы по части непосредственного впрыска. Особенно доставали пьезоэлектрические форсунки Siemens, которые сливали топливо при неработающем двигателе в цилиндры. Лужа топлива на поршни приводила к гидроудару. Экзотичный трехлитровый бензиновый двигатель N54 с двумя турбокомпрессорами и непосредственным впрыском неожиданно удивил возвращением чугунных гильз. Этот мотор был доступен только на рестайловых E60 для рынка США. А вообще, этот двигатель был придуман компанией Alpina, чтобы зарядить дорабатываемые ею автомобили BMW. Но двигатель также страдал от ТНВД и пьезофорсунок. Турбокомпрессоры Mitsubishi выгоняли масло и лязгали уже к пробегу в 100 тысяч километров. Также электрическая помпа могла перестать функционировать, что грозило двигателю перегревом. Но после 2010 года этот мотор был один из самых желанных для BMW E60. Модели с индексами 540, 545 и 550i оснащались бензиновыми двигателями V8 N62 объемом от 4 литров до 4,8 литров. Эти двигатели не подарок. В два раза больше проблем с Vanos, в два раза больше проблем с Veltronic, а также проблемы с маслосъемными колпачками. Также этот двигатель отметился задирами в валюсиловых цилиндрах из-за проблем с катализатором. Двигатель объемом 4,4 литров запомнился проблемой разрушения промежуточного вала системы Veltronic, а также фатальной текущей трубкой системы охлаждения в развале блока. Ну и подытожим. Что можно сказать о бензиновых двигателях BMW E60? Беспроблемных нет. Покупать такой автомобиль с бензиновым двигателем без глубинной диагностики – это как русская рулетка с высоким шансом на вылет. Как только мы снимаем обзоры про BMW 5 серии, так нас прогоняет дождь с верхнего яруса парковки. Мы переехали и продолжаем. С дизельными двигателями на автомобилях E60 все гораздо проще. Версия 520D до рестайлинга оснащалась двигателем M47. После рестайлинга M47 рядный шестицилиндровый дизель представлен только одним мотором M57. Также есть бетурбированная версия M57, которая развивает 286 л.с. Моторы M57 мощностью более 230 л.с. оснащаются пьезоэлектрическими форсунками Bosch. Вообще, топливная система дизельных двигателей BMW M-серий очень живучая. Отклонения в работе форсунок начинаются примерно после 300-400 тысяч километров. Электромагнитные форсунки прекрасно ремонтируются, а на пьезоэлектрических можно заменить распылитель. Моторы M47 и M57 на автомобилях BMW E60 имеют проблемы с вихревыми заслонками. Нет, дело не в том, что заслонка, если оторвется, то попадет в цилиндр и нанесет урон двигателю. Такая вероятность мала. А дело в том, что заслонки обращают на себя внимание из-за того, что просачивается масло из-под их крепежных крышек. Масло сочится и попадает на блок управления свечами накала. Он выходит из строя. Также на моторах M47 и M57 может треснуть стальной впускной коллектор. Его можно заменить на оригинальный, либо неоригинальный – чугунный. Новый мотор M47 появился весной 2007 года. Это был двигатель с легкосплавным блоком цилиндров и приводом ГРМ цепным, который находился сзади. Этот привод ГРМ имеет много противоречивых мнений. Дело в том, что немало моторов M47 погибли от обрыва одной из цепей ГРМ, а также поломки направляющих планок. Но некоторые двигатели M47 проехали 250 тысяч километров, и при превентивной замене цепи было видно, что цепи не растянуты. Но при этом замечали износ подшипника промежуточной звездочки. В общем, многое зависит от веса автомобиля, стиля езды и от качества масла. Также по совершенно непонятным причинам между цилиндрами блока мотора M47 могут образоваться трещинки. Из-за этого падает уровень антифриза. Антифриз попадает в поддон и в цилиндры, и блок из-за этого приходится менять. В целом же дизельные двигатели для BMW E60 создают намного меньше проблем, чем бензиновые, хотя мотор M47 может вам их подкинуть. На BMW E60 используются трансмиссии ZF серии 6HP и GM 6L45 для бензиновых двигателей. GM трансмиссия даже менее капризная, чем ZF, но в обоих случаях не стоит экономить на замене трансмиссионной жидкости. Менять ее надо раз в 60-100 тысяч километров. Все зависит от интенсивности и условий эксплуатации. Четырехцилиндровые бензиновые двигатели, а также рядные шестицилиндровые дизели работали в паре с АКПП ZF 6HP19 до рестайла, а после рестайлинга с АКПП ZF 6HP21. Дизельные моторы и бензиновые V8 работали в паре с трансмиссиями 6HP26, а после рестайлинга 6HP28. Это хорошие, надежные коробки. Их жизнь сокращает агрессивные отжиги на автомобиле. Но чтобы продлить им жизнь, надо сократить интервалы замены масла, а также следить за их охлаждением. Также совсем не лишним будет раз в 150 тысяч заменить некоторые резиновые уплотнения, дабы исключить внутренние утечки давления трансмиссионной жидкости. Трансмиссии ZF отличные, они ходят по 300 тысяч километров. Проблемы начинаются в основном из-за износа гидротрансформатора. Как мы уже говорили, BMW E60 может комплектоваться активными стабилизаторами поперечной устойчивости и активной рулевой рейкой. Так вот, этих узлов бояться не стоит. Но если на панели приборов появилась ошибка по этим узлам, то тогда надо заменить жгут проводов, который идет по лонжерону параллельно рулевой рейке. Оплетка разрушается из-за высоких температур и горячего масла, которым брыжут двигатели BMW. Кстати, на этой BMW уже жгут проводов менялся. BMW E60 буквально первой из премиальных автомобилей представила систему, которая управляется с пульта и джойстика. Этот формат управления является стандартом практически до сих пор. Система называется «iDrive», а блок управления называется «CCC», «Car Communication Computer». Эта аббревиатура очень много значит для владельцев дорестайлинговых BMW. Дело в том, что на этих автомобилях ай-драйв глючил, зависал, зависал при загрузке, также переставал работать. Диагностика в этом случае показывала полный отказ блока CCC. И тогда владельцы раскошеливались на БУ-блок, но он также выходил из строя по такому же абсолютно сценарию. Лишь потом, с годами, выяснилась истинная причина. Нарушался контакт BGA соединения с монтажной платой. Специалисты сейчас уже умеют их ремонтировать. Они восстанавливают массив шариков припоя под процессором. А вот на рестайлинговых BMW блок iDrive работает на беспроблемном блоке управления CIC. Многие владельцы дорестайлинговых машин ставят этот блок на свои автомобили. Также на дорестайлинговый E60 устанавливали блок беспроблемный CCC с BMW X5 в кузове E70. Такие переделки навсегда решали проблему с первоначальным проблемным блоком CCC. Нередко в передних сидениях автомобиля E60 перестает работать подогрев сидений из-за обрыва проводов в самом кресле. В некоторых случаях можно почувствовать запах гари. Это коротящий проводок приводит к горению наполнитель кресла. Нам пора отправляться на СТО в город Лида, где мы подробно расскажем о нюансах этого автомобиля. Помните, что в «АвтоСтронг» есть ещё подразделение «МотоСтронг», где вы можете выбрать отличный мотоцикл, который мы сами привезли из Европы и продаём с полным комплектом документов. Если вы клиент издалека, то мы с удовольствием сделаем видеообзор для вас. Обязательно обратитесь в «МотоСтронг». Ссылочки и подробности будут в описании. Е39 – легендарный автомобиль, а Е60 – не менее легендарный автомобиль. Эта машина актуальна в 2021 году. У неё вполне современная внешность, вполне современный салон, не устаревшая мультимедиа. Да, YouTube не посмотришь, но весь свой функционал она выполняет отлично. iDrive удобен и сейчас. Этот автомобиль едет весело, отлично рулится, очень чёткий, особенно вот эта версия с активными стабилизаторами и рулевой рейкой. Но, как часто бывает, за удовольствие надо платить и немало времени проводить на СТО. Мы с вами снова посещаем одну из станций самой крупной сети СТО на территории Беларуси – «Солид Автосервис». Сегодня это современная оборудованная станция «Лид Ремсервис», город Лида. Обязательно подписывайтесь на страницу самой сети в Instagram и СТО «Лид Ремсервис» и следите за их предложениями. На всех Е60 под капотом установлена распорка, которая состоит из двух штанг. Распорка крепится к двум передним стаканам, а посередине крепится к алюминиевому кронштейну. Многие сервисные процедуры даже замена салонного фильтра предполагает снятие кронштейна. После установки иногда возникает посторонний звук, что только люди не делают, чтобы от него избавиться. Перебирают переднюю подвеску, проклеивают панель, а звенит на самом деле алюминиевый кронштейн. Кронштейн можно заменить. Стоит он недорого, но можно и нарезать резьбу для болтов большего диаметра. Блок ABS не имеет проблем, но может понадобиться замена трубок со вставкой в виде резиновых шлангов. На соединение со шлангами возникает течь тормозной жидкости. Ресурс насоса ГУРа едва ли больше ресурса рулевой рейки. Что это значит? Вы снимете рулевую рейку, либо купите контракт, отреставрируйте ее, поставите обратно и ждите, что насос ГУРа прикажет долго жить. Не удивляйтесь. Это связано с тем, что насос долго работал на грязной гидравлической жидкости и стругал стружку. А вообще, после замены рулевой рейки крайне рекомендуется промывать всю гидравлическую систему. Добавим, что у всех пятерок постепенно потеют фары. С этим ничего не сделать. И еще при любом касании бампера бордюра здесь увеличивается зазор, потому что очень нежные крепления. Если ваша BMW оснащена электроскладыванием зеркал, то однажды можно столкнуться с тем, что, закрываясь, зеркала выворачиваются в обратную сторону. Закисает фиксатор, и в этом случае может помочь быстропроникающая смазка. Надо смазать ось зеркал. А вообще, лучше зеркала разобрать, почистить поворотный механизм и сервопривод. Крышка багажника E60 должна быстро подниматься и тихонечко останавливаться, как в нашем случае. А вот если крышка выстреливает до удара, то тогда надо менять демпфер-амортизатор, пружины. В BMW E60 и всех последующих BMW надо прописывать аккумулятор, если вы меняете кислотный аккумулятор на AGM с абсорбированным электролитом. Тут без правильного сервисмена и сканера не обойтись. Важно знать, что если не прописать тип аккумулятора, то AGM аккумулятор не будет заряжаться полностью, а кислотный будет перезаряжаться. Если тип нового АКБ соответствует старому, но емкость другая, ее надо зарегистрировать. Также надо регистрировать новый АКБ с такими же характеристиками, как у старого аккумулятора. Дело в том, что BMW постоянно мониторит аккумулятор. Для этого на минусовой клемме установлен IBS-модуль. Если не прописывать аккумулятор, то это приведет к проблеме с зарядкой и электрикой. Немало BMW E60 пострадало от влаги в багажнике. Дело в том, что влага в багажнике выводит из строя микромодуль управления питанием и блок парктроником, которые находятся в багажнике. А где они? Мы немного поискали и нашли. Владели, зная об этой проблеме, чтобы с ней не сталкиваться, перенес их в нишу левой фары. А если влага воздействует на модуль IBS, то машина перестанет засыпать. Соответственно, будет разряжаться аккумулятор. Не поверите, при неисправности модуля IBS показания с датчика уровня масла пропадают. IBS можно отключить, сняв фишку, но лучше, естественно, заменить его на новый. Обратите внимание, как грязно в этом углу. А это дорожная грязь. Она и влага через вот эти вот решетки попадает сюда. Совет за щекой бампера сделать своеобразный брызговик, чтобы прикрыть всю эту хрень. Так будет лучше. А сейчас обратите внимание на силовой кабель, который проложен под полом багажника. Совсем скоро мы об этом расскажем. А вот на универсале E60 проблем от влаги гораздо больше. Дело в том, что от влаги там страдает кнопка открытия заднего стекла, также усилитель антенны. И после этого машина перестает открываться с пульта. Также могут порваться провода в жгуте, который идет к пятой двери. И тогда там перестает работать вся электроника – от подсветки номера до обогрева заднего стекла. Ну а если у универсала есть панорамная крыша, то ежегодно прочищайте дренажную трубочку, которая находится за вот этой задней фарой. На этом по верху все. Поднимаем машину. Снизу там тоже очень много чего интересного. Как вы думаете, какая самая страшная проблема у BMW E60? Нет, это не бензиновые двигатели. Это силовой кабель. Силовой кабель идет от аккумулятора, который находится в багажнике, до моторного отсека. Так вот, в месте, где кабель пронзает багажник, есть соединительный контакт, который скреплен винтом. Здесь проблема. Дело в том, что под защитный колпачок попадает влага, и образуется химическая реакция с выделением медной соли, которая является проводником. И в лучшем случае начнутся непонятные утечки тока, а в худшем случае кабель может замкнуть на кузов. В возгорании BMW случаев таких было немало, но в самом лучшем случае этот кабель может просто отгнить, и питание пропадет. Защитные колпачки этого контакта меняли по отзывной компании – улучшенные белого цвета. Но мало внимания уделяли именно нижнему контакту, поэтому в любом случае его надо очистить от коррозии и смазать защитным средством. Под капотом BMW E60 много источников течения масла. На турбодизелях текут быстроразъемные соединения интеркулера. Чтобы устранить эту проблему, надо заменить уплотнения. Поэтому масло во впуске не говорит о том, что с турбинами турбодизелей проблема. Если автомобиль оснащен активными стабилизаторами и активной рулевой рейкой, как в нашем случае, то запотевание маслом на этих узлах говорит о скором дорогостоящем ремонте. Все BMW E60 имеют радиатор, в котором жидкость для гидроусилителя охлаждается. Так вот, трубка, которая идет от гидроусилителя к радиатору, протирается, и поэтому вся гидравлическая жидкость может вытечь, что, естественно, приведет к преждевременному износу ГУР. После пробега в 200 000 км часто появляется сильное подтекание на пластиковом поддоне АКПП. Его просто коробит, поэтому надо заменить на новый. Также стоит обращать внимание на электроразъем АКПП – подтекание тоже надо устранять. Задний редуктор BMW часто потеет по переднему сальнику. Не стоит забывать об эластичной муфте карданного вала. При ее износе ощущаются глухие удары при переключении передач. BMW E60 была опционально доступна с полным приводом. Обозначение раздаточной коробки ATC300 – передний привод подключаемый. Если менять в этой раздатке масло каждые 60 000 км, то это значительно продлит ей жизнь, а именно фрикционам и насосу. Плохо работающая раздаточная коробка убивает передний редуктор, а также наносит урон полуосям. Жизнь электромоторчика и сервопривода примерно 120 000 км. Если на панели приборов загораются ошибки по полному приводу и АБС, значит, надо менять сервомотор раздатки. Подвеска у E60 гораздо долговечнее, чем у E39. Рычаги, шаровые опоры и сайлентблоки служат гораздо дольше. Расходный материал – стойки стабилизатора, а также рулевые наконечники едва ли служат 100 000 км. Сзади тоже полный порядок. Обычно растрескиваются задние сайлентблоки H-образных рычагов. BMW их не продает по оригиналу, но зато есть надежные заменители. Universal E61 штатно оснащались пневмобаллонами, которые устанавливались вместо задних пружин. Пневмобаллоны служат очень хорошо – примерно 300 000 км. Менять их обязательно надо только на оригинал. Оригинал стоит 250 долларов за баллон. Зачастую внешне BMW E60 выглядят прекрасно, но если заглянуть под днище и снять эти все защиты, то тогда картина будет очень печальная. В данном автомобиле в E60 в кузове подвеска надежная, если устанавливать оригинальные запчасти, либо более-менее качественный бренд. Люди в основном приезжают менять тяги стабилизатора, рулевые наконечники и тяги. А что вот конкретно по данному автомобилю? В первую очередь необходимо заменить сайлентблоки H-образных рычагов и как минимум одну втулку стабилизатора. За кадром нам ещё и Юрий подтвердил, что все эти автомобили в таком возрасте текут всеми жидкостями. Спасибо! Вот такой вот обзор у нас сегодня получился. Да, много косяков по сравнению с E39 было исправлено, но, естественно, добавились новые. Обязательно напишите в комментариях об опыте владения E60, а мы с удовольствием почитаем и ответим. Если вы хотите знать о моторах, коробках и бут запчастях абсолютно всё, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт и помните, что с вами всегда было есть и будет компания «АвтоСтронг».